всем привет рад видеть вас на своем канале и сегодня мы поговорим о полукрестики что это такое как он выглядит как его делать и где его использовать многие начинающие вышивающиеся пугаются этого элемента что такое полукрест что-то страшно на самом деле это совершенно не страшно даже проще чем полный крест да такой секрет вам открою но давайте для начала посмотрим как он выглядит на готовой вышивке вот я подготовил два примера думаю вы уже догадались что полукрест это вот это место вот видите это тень вот такая вот то есть полукрест это такие вот наклонные крестики зачем они нужны ну тут зависит конечно же от сюжета вышивки от сюжета картины тут вариантов массы как и в любых элементах вышивки все зависит от фантазии от желания придать какой-то эффект но полукрест обычно использую для прорисовки вот такой вот тени то есть полукрест он придает знаете такую легкость и некоторую размытость картинки то есть ну как право то вот тень прорисовывать если она получается легкая такая вот знаете это можно сравнить откровой сути карандашом то есть полный крест это такое полное нажатие на карандаш а полукрест это такое легкое нажатие на карандаш то есть такой цвет получается более менее насыщенный такой более размытый но то есть вот сравнить можно с этим еще полукрестом прорисовывают обычно задний план небо то есть что то такое на что не нужно делать акцент но что в принципе хотелось бы нарисовать ну думаю вот идея понятна а теперь давайте посмотрим как же его делать делать его как я уже говорил очень просто так вот у меня есть заготовочка такая вот обычная нить полукрест обычно вышивают в 2 нити но если это стандартный 14 каунт канвы так сейчас вот мы на камеру к сожалению это неудобно попадать в эти дырочки так ну и как как обычно мы делаем наш обычный крест так вот просовываем вот сюда так сейчас мы закрепим нить просто один раз так вот в принципе первый полукрест у нас уже готов теперь рядом вышиваем 2 полукрест 2 полукрест готов ну и так по схеме то есть сколько вам этого полукреста нужно вышить столько вы его и вышивать то есть это половина полного креста то есть нижняя часть полукреста да то есть вот так вот вы его собственно вышиваете как видите делается это очень просто быстро намного быстрее чем полный крест в два раза получается быстрее и вот так вот мы его вышивайте вот собственно мы его уже целый вот два рядочка сделали у нас получился такой легкий налет красной тени наверное не знаю что это но в общем в общем такой вот полукрест вот вот и все собственно вот полукрест вот такой вот он готов и вот так он выглядит как видите вышивать полукрест очень просто надеюсь мои видео вам было полезным понятным он ответил на ваши вопросы развеяла ваши может какие-то страхи вышивать полукрест очень просто и главное здорово потому что эффекты от него можно получить совершенно невероятные вышивка получается приобретает совсем другой вид если вам понравилось это видео подписывайтесь пожалуйста на канал мне будет очень приятно ставьте пальчик вверх и всем пока пока